Но вопрос у меня такой, имею ли я право не находясь в духовном сане и благословении, вообще разговаривать с ними о Боге? Ну при чем тут духовный сан-то? Ну может быть я что-то неправильно им буду объяснять? А Боги имеют право разговаривать все, потому что Бог живет в нашем сердце прямо, в каждого человека. Это самый близкий друг для нас, и мы обязаны с одним разговаривать. Больше того, Вы обязаны им рассказывать то, что сегодня на лекции будут говорить про чувство собственного достоинства, потому что это, я думаю, не меньше 40, может быть 50% успеха вообще в жизни человека. Даже если он... Я видел случай, когда у меня знакомые поступали в институт, когда они вообще почти ничего не знали, но чувство собственного достоинства у них было правильно поставлено. То есть другими словами, они были достойны поступить в институт. И потом они стали хорошими врачами впоследствии, но преподаватели ставили им хорошие отметки, просто чувствуя именно это, что это достойный человек, он должен учиться. Ну я не ставлю отметки, я то, что называется репетитором. Это понятно. Вам надо научить их быть достойными. Ну просто я иногда сталкиваюсь так, что они не понимают, о чем я говорю, и то есть дети не готовы это услышать, понимаете. Когда вы говорите на их уровне, объясняют так, чтобы они смогли понять. Я тоже, я же тоже не слишком... Или я викиевато объясняю. Нет, я просто рассказываю. Вы готовите сердца, а не мозги. Θел grabироваться. Подписывайтесь на усилие. И 얹итесь с людей. Присосливо пара событий с самого gases, лугацамrev sahâmвия. 它шхижд alertа.